Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим об облаченних работах на винограде, о зеленых операциях, которые обязательно необходимо провести в эту пору. Мы уже урожай собрали, мы просветлили лозы, вы это видели в предыдущем ролике, они, обогретые солнцем, быстро созрели, тем более, что это были ранее сорта, мы собрали урожай. У нас остался виноградник. Ну вот и у меня, точно так же, как у многих у вас, мы как бы забываем о винограде. А вот об этом, а этого делать нельзя. Почему? Потому что в эту пору идет, наши лозы вызревают. Так, чтобы наши лозы лучше вызрели, что необходимо сделать? Смотрите, наш виноград как бы вовсю зеленеет, он растет. А уже сентябрь месяц заканчивается, осень, то даже у нас в Белоруссии уже тоже наступила, это еще не поздняя осень, а ранняя, но тем не менее, надо помочь, чтобы лозы вызрели. Ну, во-первых, у нас есть верхушки, у нас есть верхушки, которые растут, так понятно, что уже в нашем климате Белоруссии они никогда-никогда не вырастут. Поэтому сделаем чеканку. Обязательно удалим эти верхушки, прищепнем. Прищепнули верхушки, значит, лоза станет лучше вызревать. Далее, наша лоза перегружена, перегружена нахлебниками. Какие нахлебники? Здесь находятся пасынки. Эти пасынки нам для лозы уже не надо. Мы обязательно все эти пасынки будем удалять. Мы удаляем пасынки, и за счет этого наша лоза просветляется. Видите, она становится более-более-более светлой. Вот, что мы удалили пасынки. А раз удалили пасынки, значит, наша лоза будет лучше готовиться к зиме, лучше вызревать. Ну, далее, для того, чтобы прошли такие зеленые операции, пришибка, удаление пасынков. И вот, как бы, немногие знают, что в эту же пору можно заниматься и обрезкой. Значит, мы смотрим, если у нас такие вот, есть лозы, которые тоньше карандаша, такие вот зеленые, растущие, мы их также удаляем до коричневой части. Потому что коричневая часть, это как бы часть, которая уже начала вызревать. То, что зеленое, мы обязательно отрезаем. Посмотрели на лозу, вот заметили, что вот тут у нас же появляется коричневое в слове. Раз, эту зелень мы обрезали. Обрезали и выбросили. Значит, наша лоза начнет уже лучше готовиться к зиме. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы наша лоза еще лучше вызрела, значит, мы можем полить ее удобрением, монокалий, фосфат. По инструкции развели. Эта инструкция, это 30 грамм, это самое, полторы столовые ложки на ведро воды и полили наши виноградные кусты. Если у вас нет воды, вы можете просто рассыпать вот это удобрение, монокалий, фосфат, можете обычную древесную залу рассыпать по поверхности почвы, вокруг винограда и просто протяпать, неглубоко тяпочкой заделать почву. Это также повысить морозоустойчивость вашей виноградной лозы. Эти работы, которые вы сделаете так, по просветлению побегов, они что будут способствовать? Во-первых, ваша лоза начнет лучше проветриваться. Раз будет лучше проветриваться, у нас на ней будет меньше болезней. Она будет меньше болеть и, соответственно, нам она даст более хороший урожай в следующем году. А за счет того, что она вызрит, она лучше сохранится зимой. Так что не пренебрегайте этой работой. Делайте такие зеленые операции. Это раз. Ну и, во-первых, раз лучше проветриваться, значит, меньше болезней будет сохраняться даже под действием ветра, солнца. Эти наши инфекции будут уничтожаться. Ну а потом, когда уже начнется листопад, это уже будет октябрь месяц, мы нашу виноградную лозу обязательно на зиму обработаем. Почему обработаем? Потому что наша лоза уже будет иметь только ту часть, которая будет сохраняться на следующий год, которая будет нужна нам для плодоношения. Мы обработаем любимым фунгицидом. Это может быть 6-ти процентный железный купорос, это может быть 5-ти процентная бордоская жидкость, это могут быть азотные удобрения. Напоминаю, мочевины берутся 700 грамм на 10 литров воды, а мяшные селитры 1 килограмм на 10 литров воды, сульфата аммония 1,5 килограмма на 10 литров воды. Мы потом обработаем наши лозы. Но это уже будет в конце октября. Сейчас самое главное нам остановить рост нашего виноградного куста и подготовить наши побеи, чтобы они лучше вызрели. Сделать работы, это видите, несложное, ничего такого сложного нету. Сделайте такие работы, и у вас и куст просветится, и на весной будет работы меньше. Почему еще? Рекомендую в эту пору делать. Вы знаете, что если эти работы сделать весной, виноград начинает плакать. Начинает оплачивать винограда, это истощение куста и провоцирует появление болезней. Поэтому не забывайте об этом. Урожай уже у нас убран, время позволяет нам заняться этой работой. Вам хороших урожаев винограда, подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите нас. До новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова